приехали на новую геоточку со своей водой у заказчика нет воды наполнялись из пруда руль приемок определили что водонос находится где палка стоит здесь хороший водонос александр любитель копать зубов зуб почти готов к участке пусть пустенький и сейчас будем наполняться нашей водой и будет а вы находитесь на канале скважина от леших и с вами влад леший здравствуйте мои друзья сегодня вновь мы идем трехлопастным буром по плитам очень хорошо мне вручает какие здесь грунта мы не знаем абсолютно в этом и солнце в этой деревне даже это не деревня это не санты эта деревня будем так это и санты принадлежащих деревне мы не боролись никогда поэтому какие здесь грунта мы не знаем мы предполагаем где-то на 12 метров должен быть водонос посмотрим что это вы вот александр заработает буквально это же 2 штанга и штанги к песку идут вода у нас идет самотеком азу не наполняется придется нам еще ехать набирать воды может такое быть почему ну с глинцой пусть глинца упадет немножко надо замываться чем не хочу конца мешать здесь по забору можно видеть как штанги заходит камушки пошли до 9 метров у нас еще вот такой песочек пошел мелко конечно поглощение вообще минимально шуршит ждем поглощение вот на конце этой штанги будет 15 метров шуршит аж поглощение хорошее и вода у нас льется постоянно а зуб не наполняется такой строгий вода идет по отмечке зубы наполняется песок у нас шуршит как хорошо сейчас это снова докручивать полметра и готовим нашу флейту будем обсаживаться обсадились на 15 метров на 14 80 вот отметка 15 метров немножко побегали по кругу туда на выводить да бог не поможет вам если вот удадим все остальным по моим немножко по кругу побегали что там на плитах песок немножко валялся пришлось под напрячься запихнуть оставили 3 метра фала но сейчас подсоединимся промоемся и будем поднимать водичку ну вот промылить не почистивали защитника водичка и скважина идет промывочная с помощью пульта мы сливаем воду для огород нравится участке где можно спокойно воду сливать теперь в обратку так вот так проходила и скважина будет скважина перекрываем все теперь пошла на ушланга также за огород это идет промывочная жидкость ну и ждем пока потемнеет будет скрытие и как у нас изменится набор 15 метров для поэтому промывочной жидкости будет много вот на напорчик падает устает еще скрытия не было вот и стал напор хотя напор еще хорошей где же скрытие скрытие должно быть обязательным напор совсем слабенький стал скрытие нету может быть стать сканической очень посмотрим сейчас гидроударом поднимем воду не поднимем совсем слабо все совсем плохо все да друзья мои не стал я снимать видео снимать на скважине так получилось что скважина не получилось но видео решил все таки доснять по той простой причине что просто интересно рассказать почему это не получилось одно дело когда ты буришь глубоко заходишь и одни камни и глина другое дело как в нашем случае мы нашли песок мы нашли водонос хорошие поглощения были хороший водонос пробурились до 15 метров но скважина не получилось по какой же причине может скважина не получится банально просто мы не смогли воду поднять потому что статика не позволила поднять воду сами знаете что все поверхностные насосы поднимают максимум с 8 но с 9 метров еще как стерлинс в нашем случае он с 9 9 с копейками даже можешь поднять воду не все поверхность насоса поднимает даже с 8 метров некоторые насосы не буду их называть они поднимают с 5 метров хотя написано что они с 8 метров поднимают но так получилось что вода закончилась и вода больше не пошла как дальше что происходило на скважине не было времени снимать да и настроение было уже не то чтобы снять это да мы замерили грузиком отвесом трубу опустили замерили статику воды там было 9 метров это как раз то что выкачивает поверхностный насос копать кессон и опускать насос кессон ниже не получилось бы по той простой причине что мы не знаем точную статику воды потому что ты выкопаешь на два метра опустишь туда насос и может быть то же самое от уровня земли уже там при ямке на минус два метра то же самое покажет минус 9 скорее всего так и было потому что принципе по горизонтам там статика 13 метров но заказчик знал об этом заказчик хотел чтобы мы сделали скважину попытались сделать скважину потому что заказчику нужно было все горизонты чтобы мы расписали и поэтому он соглашался на такую разведку конечно с такими поглощениями так и с таким песочком мы все-таки надели что все-таки вода будет но к сожалению не получилось но заказчику мы дали полностью все разрезы сейчас здесь я выкладываю это вот так получились разрезы и заказчик теперь знает когда будет строить дом какие у него разрезы где у него находится песок где у него находится глина где камушки и так далее где плиты находятся но вот к сожалению бывает и такое как многие могут говорить что зачем нужна эта разведка разведывательное бурение но мы работали мы выполнили свою работу но так получилось что воду мы не смогли поднять не по нашей причине по какой-то а именно из-за того что абиссинская скважина не везде возможно даже на хорошем песке и на хорошем водоносе ее невозможно сделать потому что статика не позволит поднять воду одна из причин но были даны советы рекомендации заказчику что нужно сделать в этом случае поэтому работа проведена не зря еще хотел ответить на вопросы меня спрашивали мои подписчики по поводу когда борюсь и выхожу на хороший песок когда скважина склопывается чем я замываюсь я замываюсь кмц такой есть клей обойный в сср еще применялся бентонитом я не замываю ну бентонит во первых почему не замываю бентонитом его настаивать надо многие настаивают полчаса его когда размешают а это лишнее время а вообще по идее надо настаивать четыре часа бентонит после того как ты бентонитом замываешься я пробовал бурился свое время бентонит использовал но запустить скважину намного сложнее после чем после кмц нужно больше количество раз промывая скважину больше и делать гидроударов до запустить ее без после бентонита возможно да но немного сложнее чем после конце после конце буквально одной промывки одной бочки 160 литров хватает и сделать пару гидроударов чтобы скважина запустилась почему не использую другие какие-то присадки есть еще такая присадка так называемый стаб стабилизатор там всего лишь хватает чайной ложечки чтобы жидкость в зумфе стала как кисель вот после стаба запустить скважину еще сложнее чем после бентонита ну каждому свое кто-то использует стаб кто-то бентонит я использую кмц мне максимум даже на самых хороших песках когда валила штанги схлопывалась скважина мне хватает двух килограммов кмц чтоб замыть и чтоб уже не было такого обрушения надеюсь я на вопрос ответил ну и по итогу все-таки ролик я решил выпустить потому что бывают и такие скважины бывает разведка но не по нашей причине мы воду не достали к сожалению а вы были на канале скважина от лешего и с вами был влад леший оставайтесь со мной ведь дальше будет еще интереснее и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok